Прием заявок на соискание премии губернатора «Наши Подмосковья» завершен. Всего в этом году в ней участвуют 19 409 проектов. Телеканал ЛРТ продолжает рассказывать о наиболее интересных из них. На этот раз наша съемочная группа отправилась на необычную экскурсию в мир разума, желаний и самопознания. Следующий сюжет посвящен уникальному и единственному в своем роде пространству Люберецкому музею психологии. Вся жизнь игра, в ней женщины, мужчины, все актеры. Здесь у нас гардероб личности. У каждого из нас есть некий такой, ну образно, гардероб масок, который мы в своей жизни достаточно часто в течение дня применяем. Идея визуализировать таким образом многогранность личности пришла к Ольге Хлебодаровой, создателю и вдохновителю Люберецкого музея психологии, неожиданно. Дело в том, что она является не только председателем Ассоциации психологов, но и практикующим врачом. И каждая маска здесь сделана руками ее клиентов и несет в себе особый смысл. Вообще в этой комнате каждая инсталляция с глубоким замыслом. У нас есть здесь очки, которые символизируют восприятие человека, восприятие мира, восприятие людей, также восприятие самого себя. У нас здесь есть розовые очки, которые, как правило, бьются стеклами внутрь. Помимо информативно-изобразительных объектов в музее психологии есть и интерактивные. Это дерево желания. Апельсины на нем, как плоды наших мыслей. Ну а бабочки в психологии – символ души человека. Считается, что если прошептать вот в это большое ухо свое самое сокровенное желание, оно обязательно исполнится. Ну что, проверим? Происходит так, потому что озвученная мысль обладает сильной энергетикой и подталкивает нас к визуализации своего желания. Получается некий портрет мечты, которая впоследствии становится реальностью. На таких простых примерах Ольга Хлебодарова объясняет основы психологии всем, кому это интересно. Однако первоначально музей задумывался как проект для детей. Очень хотелось создать такое пространство, прежде всего для детей, чтобы простым языком им рассказать про такую великую науку. Музей организован таким образом, что можно по часовой экскурсии проводить, экскурсию по часовой стрелке проводить, можно против часовой стрелки проводить экскурсию, можно в хаотичном порядке, и от этого концепция не меняется. Музей психологии будет интересен и профессионалам, и тем, кто не имеет к этой науке никакого отношения. Например, вот эта инсталляция просто поражает. Оказывается, глаз — это видимая часть нашего мозга, которую, шутит Ольга Хлебодарова, можно потрогать. А вот эта часть музея посвящена уникальному и, как его еще называют, универсальному человеку, художнику, ученому, изобретателю, писателю Леонардо да Винчи. В общем, в небольшом помещении площадью в 15 квадратных метров собрано столько интересных объектов, что говорить о них можно бесконечно. Неудивительно, что уникальный проект участвует в премии «Наш Подмосковье». Чтобы узнали, что есть такой музей, такого музея нет нигде в мире. Есть по направлениям, по авторам в психологии музея, музея психологии нет. Увидеть пространство своими глазами и послушать лекции о психологии можно каждый день. Нужно только заранее записаться на экскурсию. Мария Лапчева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ.